Всем привет! Это видео я решила записать для комментаторов своих видео рецептов. Очень прошу вас дослушать его до конца. Я совершенно недавно на ютюбе записываю видео рецепты и увидела, что они хорошо заходят. Честно говоря, не читала комментарии, потому что просто еще не привыкла к этой платформе. Но вот посмотрела один из рецептов, который очень хорошо зашел. Достаточно много просмотров, очень много комментариев. Честно, когда я прочитала эти комментарии, сказать, что я офигела, это просто ничего не сказать. И я уже больше пяти лет веду свой блог в Инстаграм. И, конечно же, там есть хейтеры. Мне повезло, у меня их практически не было. С хейтом я столкнулась совершенно недавно. Кто из Украины знает, что у нас это действительно сейчас проблема. В комментариях под моим рецептом я прочитала о себе, что я и общипанная курица, и какая-то тушка синяя. И вообще я мужик. И это ужас, кошмар, и тошнит. И оказывается, у меня куча складок на животе. А другие говорят, что я вообще непонятно на что похожа. Меня поразило не количество этого негатива, который вылился. После Инстаграма я, в принципе, человек привыкший. Меня поразило то, что люди, абсолютно не зная меня, видя мой рецепт первый раз, посчитали своим долгом обязательно обидеть, оскорбить, унизить и написать кучу всякого дерьма в мой адрес. Вы знаете, мне было просто грустно от того, что происходит с нашими людьми. Я вам скажу так. Я пятый месяц живу в городе, который каждый день и каждую ночь бомбят. Я не уехала из своего дома, я не бросила свой город, я не бросила свою страну, свою семью. Я нашла душу, но делая маленькие рецепты и выставляя их для вас на ютубе. А вы же самоутверждаетесь, обзывая человека, унижая его. И когда пишете такие ужасные комментарии. Но даже если вам не нравится рецепт, вам не нравится подача, просто пройдите мимо. Даже мой крест вас зацепил. Это подарок отца мне на юбилей. Я его, конечно же, ношу как очень дорогой мне вещь. Обозвали, что он. Неизвестно сколько килограмм. И он висит до пупа. И то, и всё, и третье. Люди, что с вами происходит? Почему вы такие злые? Почему вы находитесь в том, чтобы оскорблять и унижать незнакомого вам человека? Я не знаю, услышите меня вы. Поймёте ли то, что я хотела вам донести. Но я вам искренне всем желаю добра, счастья, здоровья. И самое главное мира. Цените каждую минуту вашей жизни. Я как никто другой понимаю, что до 24 февраля в моей жизни и в жизни моей страны не было никаких проблем. Это всё было придумано и надумано. А сейчас, когда каждый день к нам прилетает по 10, 20 и 30 снарядов, мы понимаем, что через полчаса нас может не встать, что утром мы можем не проснуться. Я всем вам желаю мира, счастья и благополучия. Будьте добрее!